Друзья, всем привет! В рамках благотворительного марафона в поддержку Артамоновой Кеши мы проводим портфолио, ревью, разбор ваших работ. И сегодня у нас первые участники. Я хотел бы прокомментировать присланную работу с позиции кинематографического подхода, в котором сам практикуюсь и снимаю уже последние, наверное, лет 5-6 своей фотографической деятельности. И постараюсь дать максимально объективную и честную оценку присланных фотографий. Еще раз хотел бы акцентировать внимание на том, что именно с позиции кинематографического подхода я буду проводить оценку. Это значит, что если фотография, например, сделана технически идеально, очень коммерчески привлекательно, востребована и нравится многим вашим подписчикам, это еще не значит, что она получит удовлетворительную или отличную оценку. По той простой причине, что есть определенные критерии, о которых мы сегодня с вами и поговорим. И давайте обо всем по порядку. Сегодня у нас на разборе несколько фотографий. Начну в случайном порядке. Первая работа у нас Людмилы. У меня нет описания фотографий, поэтому я постараюсь делиться с вами своими наблюдениями. То, что я вижу и чувствую от конкретного снимка. И далее уже все это с позиции кино пытаться проанализировать. Итак, мы видим юную девочку, школьницу с баранками на перевеску, дату спешащую, взгляды, в стремленные под ноги. И позади нее трамвай в расфокусе, уезжающий, возможно, трамвай, с которого она спустилась. Трамвай достаточно нейтрален, в каких-то деталях даже немного ретроспективен и вполне уместен для данной фотографии. Есть определенные, правда, и признаки современности, но они не столь явны и очевидны, чтобы сейчас к ним как-то придираться. В целом, мне фотография очень нравится. И есть главный критерий, сразу так, забегая вперед, скажу, верю, не верю, да? Именно вот по ощущениям. И здесь однозначно верю, однозначно верю в то, что я вижу, я могу себе представить эту ситуацию, эту картину, и мне нравится подлинность во всем происходящего. Мне нравится естественный дневной свет, не приукрашенный, не убавили, не прибавили, да, вот как есть. Мне нравится костюм, который определенную эпоху олицетворяет и в то же время гармонично сочетается с окружающей действительностью, которую мы видим. Немного смущает вот эта идеально ровная красная полоса на заднем плане спиной у девочки, которая, ну, как бы немного и намекает и на современность, и в целом является таким активным цветовым пятном и геометрическим, да, объектом на изображении, которое, честно скажу, мне видится тут лишним. Я бы хотя бы его по цвету бы, может быть, затонировал в равной степени, как и белый цвет самого трамвая привел бы, может быть, к нейтрально-бежевому какому-нибудь такому оттенку. Но это все такие, скажем, нюансы, да, а если говорить в целом о работе, о композиции и цветовой, световой, цветовым цветовым характеристикам, да, то здесь я однозначно могу поставить пятерку за опрессованную работу по пятибалльной шкале и бравую автору за проделанную работу. Друзья, обратите внимание, да, фотография, хоть и вертикальной ориентации, она чуть не от этого не становится хуже или менее киношной, да, так как часто мы считаем, что обязательно, да, все кадры должны быть горизонтальные, 16 на 9 и еще сверху обязательно каше, там, черные полосочки. И вот только тогда кино и ощущения, да, такие соответствующие. Ну, если быть более справедливым, наверное, если вот пытаться под конкретную эпоху данный кадр привести, то, конечно, он был бы, наверное, лучше смотрелся вообще соотношением сторон, там, 3 к 4, ну, или 2 к 3, например, 3 к 2, чтобы вот как-то приблизиться к стандартам тех лет кинофильмов. Вот, но опять же, это все такие нюансы, которые, скажем так, уже размышления, что называется, на тем. Фотография отличная и, Людмила, спасибо вам за участие в данном проекте. Идем дальше и следующая фотография у нас Романа. Также у меня нет комментариев в данной работе, поэтому я руководствуюсь своими ощущениями и то, что я вижу, я вот сейчас вначале прокомментирую. Да, мы видим залитую горем, и не только горем, да, женщину, у нее на руках ребенок, тоже в состоянии какого-то аффекта, шока. Позади нее мужчины, женщины, склонившие головы. И возможно даже, что эта девочка на руках у этой женщины мертва, судя по состоянию матери, да, женщины. И, конечно, вот если смотреть на эту фотографию именно с позиции какой-то военной или какой-то другой драмы, то здесь есть определенные, правильно выстроенные мотивы. Мне нравится, как передано эмоциональное состояние женщины. Хотя и не на 100% убедительно, но все же я могу себе это представить. У меня не было, к счастью, не было опыта такого переживания и воочию наблюдения, да, за другими людьми вот в таком состоянии. Поэтому я могу лишь судить по каким-то увиденным мной на телеэкране, да, кадрам и по репортажным фотографиям, документальным, о том, что испытывают люди, как эта эмоция выражается у них. Да, вот недавно, собственно, прошедшая премия International Photo Awards, где победителем стал один фотограф, снимающий горящие точки нашей планеты. И там победила у него серия фотографий как раз о бунтующих палестинцах. И вот там вся эта трагедия в том первозданном виде, как она есть, и мы можем ее понять и прочувствовать, потому что мы понимаем, что там настоящее. Здесь мы видим сразу, да, что это все-таки постановочная фотография. В данном случае я вижу очевидный промах по гриму, который сделан, к сожалению, очень неумело и недостоверно. Видно сразу, да, по текстуре, по цвету, что, ну, это далеко не кровь и какая-то, ну, такая, не самая лучшая краска. Вот, все нанесено тоже очень так, скажем так, правильно, и это тоже немного выдает ту самую фальшь. Для меня, вот, честно скажу, в жизни, когда я наблюдаю за происходящими какими-то вещами, даже банально вот ребенок упал, испачкался, да, мне нужно его, вот этот кадр срежиссировать. Да, я могу взять и художественно попытаться нанести на него грязь, а могу просто попросить его это сделать, буквально споткнуться и испачкаться, так, как это было бы само собой происходящее. Понятно, что, конечно, вот такой сложный грим, как здесь, да, на кадре, его наносить, упасть в кровь или там в лужу с грязью, наверное, не очень корректно. Тут просто должен быть профессионал, который сделает это максимально реалистично. Что еще хотелось бы отметить? Мне очень нравится вот группа людей в расфокусе на втором плане, мне нравится центральная фигура в этой группе, вот этот мужчина с шляпой, склонивший голову и устремивший взгляд вот в спину этой женщины. Мне нравятся его эмоции, хоть мы ее не можем прочитать до конца, но она мне видится очень честной и здесь какой-то много смыслов можно какие-то найти в этой фотографии. Вот эта женщина, прижавшаяся к его плечам. Мне нравятся костюмы продуманные и абсолютно органичные все вместе. Поэтому, если вот отбросить критерий грима, то фотография претендовала бы на самые высокие оценки. Но по причине уже вышесказанного могу поставить ей только четверку и это все равно, тем не менее, четверку с плюсом, именно потому что фотография максимально близка к правде. И мне нравится здесь помимо всего вышесказанного еще и очень вкусная цветовая палитра. Мне нравится свет, который тоже передает и усиливает определенную драму на лице. Отдельно только вот помарка, на мой взгляд, это свет на лице у девочки. Да, лицо очень хорошо отрисовано и освещено, что не очень вяжется у меня с действительностью. Я смотрю на объекты, на мужчину, например, того же на заднем плане и вижу, что его теневая сторона лица достаточно глубоко. В тени не сильно проработаны детали. При этом у девочки почему-то все хорошо освещено. То есть логика света, на мой взгляд, как-то здесь нарушена. И вот это тоже фактор, который мне лучшим образом играет на тоже действительность, на убедительность фотографий. Итак, Роман, спасибо тоже за участие в разборе. Желаю успехов. Работа однозначно претендует на высокое. И надеюсь, новые работы будут еще более сильными. Следующая работа Анны. И мы снова видим двух школьниц советских на фоне кирпичной стены с бантами, все как положено, яблочки. И, в общем-то, здесь сложно, наверное, именно с позиции кинематографичности говорить об этой работе. В том плане, что она на самом деле очень честная. Здесь мы видим искренние эмоции двух играющих девочек. Мы видим хорошие достоверные костюмы. Мы видим солнечный свет. И мы можем себе представить какую-то ситуацию, картину, которая, может быть, предшествовала вот этому моменту запечатленному фотографии. Мы можем представить себе этих девочек, где-то играющих, или как им принесли эти яблочки, или они где-то их сорвали. Как они уединились где-то здесь на скамейке у этого, условно, гаража. И вот сидят себе, наслаждаются моментом. Но вот именно с позиции кинокадра мне не хватает в этой фотографии какой-то эстетики, какой-то продуманности в деталях и в свете, и в том числе в каких-то цветовых, световых акцентах. То есть здесь мы видим жизнь, как она есть. Это не хорошо и не плохо, но именно в кино, именно художественном кино, все-таки часто действительность немного приукрашивается с точки зрения вот этих аспектов, постановки света и цвета, выведения, чтобы сделать картинку более гармоничной, более привлекательной. Мне вот не хватает вот этой романтики, вот этой какой-то эстетики, даже скорее правильной, да, чтобы фотография получила высокую, самую высокую оценку. Контекст, он довольно многое значит. И вот если бы мы увидели эту фотографию среднего или общего плана, и там была бы какая-то интересная атмосфера, говорящая о происходящем, наверное, я бы в этой фотографии заинтересовался больше. А так я бы, скорее всего, ее посмотрел и пролистал дальше, да, то есть она вот не осела бы где-то глубоко у меня, по той причине, что вот не хватило мне здесь какой-то детализации. Часто такие фотографии, они присутствуют в сериях работ, они являются неотъемлемой их частью, но они сами по себе вот в единичном экземпляре большой ценностью для меня лично редко представляют. Если же мы смотрели бы на эту фотографию вот именно в такой крупности, то, наверное, я бы все-таки тогда попытался ее снять как-то по-другому, хотя бы, может быть, на фоне того же вечернего там парка, где в расфокусе мы видим какое-то красивое буке, солнечный свет какой-то боковой, контровый, да, чтобы это все было как-то более живописно и художественно, чтобы эти образы были сбалансированы и поддержаны вот атмосферой. А так, кирпичная стена как-то, она, ну, не ко двору в данном случае, да, поэтому тоже ставлю четверку, но однозначно попытка удачная и надеюсь и уверен даже, что из этой серии есть у вас и другие работы, которые, возможно, более интересны. Спасибо за участие в разборе и следующая участница это Елена, у нас сразу три фотографии, давайте их по порядку посмотрим. Итак, здесь мы видим девушку, развешивающее белье на веревочку, где-то здесь рядом красивое живописное поле, березки, дневной свет контровый и все очень живописно, очень романтично и самое главное, очень достоверно. Достоверно, да, я вот опять же могу себе поверить в эту фотографию и у меня не режет глаз здесь нарушенная какая-то световая гармония. Мне не мешает ничего, наверное, в этой фотографии, кроме, кроме одной маленькой, действительно маленькой детали, которая, если мы приблизим, будет более заметна. Это вот эта вот шармики, вот эта Пандора, да, которая, ну, во-первых, вот вообще, я так понимаю, здесь была попытка, да, тоже воссоздать определенную эпоху, советскую, скорее всего, эпоху, судя по платью, костюму и вообще традиции сушить белье на веревках где-то в поле. Но вот эта Пандора, вот этот маникюр и оно как-то сразу все, да, рушится. Ну, не верю я, да. И вот такие мелочи, к сожалению, часто проскакивают у нас, у меня в частности, чего стоит один проект, вот недавно мы снимали тоже с советской подоплекой про детей, играющих в футбол. И там тоже были ляпы, там современные диски на автомобилях, пластиковые окна. И оно вроде бы все мелочи, но немного вот общее впечатление, да, немного портит. И выдают, да, то, что ты где-то не досмотрел. Все усмотреть сложно, поэтому если постобработка в силах исправить, лучше это сделать. А здесь, на самом деле, большой проблемы я не вижу, чтобы заретушировать этот браслет и там подправить маникюр. И фотография станет абсолютно законченной и будет перетендовать, опять же, на самые высокие оценки. Ну, а так, пока за попытку также четверка, однозначно хорошая работа. И давайте посмотрим следующее. Здесь у нас уже прекрасная парочка, мама и сын, я так полагаю, на фоне живописной деревни и красивого неба, стога сена, на одном из которых они, собственно, и заседают, восседают, да, играя или там как-то во что-то, или смотря друг на друга просто. И что хочется сказать, да, вот я могу себе представить эту картину как вполне себе реальную, да, опять же, я могу себе представить эту пару, которая приезжает там, условно, на каникулы к бабушке, вот современные наши дни, да, они приезжают, они отдыхают здесь, они, вот, собственно, выходят в поле и решают побывать, посидеть на таком стоге сена, и все вполне себе похоже на действительность. И даже костюмы, и все вроде бы органично, но, вот, опять же, знаете, это действительность наша. Вот как мы ее знаем, как мы ее привыкли видеть, как мы ее ощущаем вот здесь и сейчас, если говорить о наших днях. Но в кино часто, я вижу, по крайней мере, да, всегда попытка есть все привести к какой-то определенной гармонии, эстетике, стилистике, чтобы у зрителя даже не возникало вопросов, да, о том, какое это время снято, и почему это именно здесь и вот так происходит, да. Мне видится для данной пары немного другая атмосфера, да, скорее какой-то живописный берег моря, там, может быть, какие-то корабли, яхты где-то там вдалеке, и вот они прогуливаются по этому, как это, парапету, да, там, собственно, красивый свет, голубое море, и вот такая более романтичная, нейтральная обстановка, она как-то мне видится более, что ли, подходящая здесь. А вот такой контекст, я себе представляю немножко другие образы, и детишек, и мальчика, и девушку, наверное, немножко в других бы я одел платьях, костюмах, ну уж точно не вот в такую рубашечку, и не такие ботиночки, да, сандалии, которые, ну, больше городские, скорее, да, чем вот для такой сельской, да, зарисовки. Вот, это вот позиция вот эстетики. Вторая позиция постобработки. Если на предыдущих фотографиях у меня не возникало какого-то отчуждения, да, вот непринятия увиденного, то здесь есть вот это ощущение именно коммерческой, стилизованной такой глянцевой фотографии. Это, опять же, неплохо, но с позиции именно кинематографического подхода здесь слишком вот именно стерильно и чистенько все. А мне хочется вот видеть здесь больше такие приглушенные, мягкие, пастельные тона. Пусть даже в той же гамме, да, но все-таки прибрать вот этот цвет, кричащий, в частности цвет зелени, желтый, которые уже будут сделать картинку более интересной. Вот такие замечания, но в целом работа очень достойная и, надеюсь, данные правки вы учтете и попробуете сделать ее еще интереснее. Желаю в ней в этом удачи. И следующая работа Елена. Просто ребенок, просто мальчик с кепкой в руке на фоне леса или парка, неважно. И какая-то искренне честная эмоция, в принципе, как и часто бывает у детей. Ребенок смотрит на нас, на зрителя и пытается как-то с нами играть, взаимодействовать, неважно. Мы видим на нем серую маечку, такую наши дни, наверное, скорее, да. Что хочется, опять же, сказать. Вот все по-детски как-то честно, да, и вроде бы убедительно, но с позиции именно кинокадра. Здесь я не вижу в этом кадре какой-то сюжетности, не вижу в этом кадре какой-то характерной цветовой палитры и эстетики. Да, то есть достаточно просто красивый кадр красивого ребенка, но не более того. И в этом плане меня вот эта фотография, опять же, не привлекает. Плюс, если вы уж конкретно говорите по цветам, да, то вот этот цвет майки и накепи, которые, да, это что у нас тут такой, синий, фиолетовый, да, пурпур. Его однозначно убрав, фотография можно сделать гораздо интереснее. Ну и в целом я бы поработал с оттенками, приведя все к какому-то минимуму и в то же время уместному сочетанию. Об этом, конечно, можно еще подискутировать и посмотреть, как это можно было бы обработать поинтереснее. Но не в рамках нашего сегодняшнего разбора. Но, опять же, акцентирую на том, что цвет довольно много значит и именно с позиции кинематографического подхода. И вот если мы посмотрим какие-нибудь документы, просто фильмы даже, да, не важно, документальные или художественные, именно про детей, про какие-нибудь даже советские, например, приключения там каких-то книжных героев, не важно, там того же Тома Сойера, да. Вот посмотрите на определенную гармонию внутри кадра, на присутствие тех или иных предметов и так далее, цветов, деталей. Вот здесь, на фоне вот этой живописной рощи, да, березовой, мне бы представлялся больше все-таки другой образ. Ну, как минимум, какая-то рубашечка такая льняная или белая, бежевая. И какая-то просто, может быть, случайная эмоция на лице этого ребенка, может быть, пробегающего мимо и чуть больше даже несовершенства вот в его какой-то, в его поведениях. И уж вот контакт с камерой точно лишний был бы здесь. Я бы, наверное, постарался его просто поймать. Да, вот попросил бы побегать передо мной, да, сам бы из-за какого-нибудь, из-за густа понаблюдал за ним. И вот эти моменты, наверняка бы, один из них стал бы вполне себе интересным. А так, пока тоже высшую оценку не могу поставить. Отдельно добавлю еще по постобработке. Это выведенные зрачки, чересчур выведенные, да, вот эти блики в глазах тоже очень сильно выдают вмешательство фотографа на этапе постобработки. И вот как будто, знаете, не убрали за собой, оставили следы. Я всегда рекомендую, знаете, любую фотографию, какую вы бы ни делали, и вот если вы какие-то такие правки вносите, отрисовывайте объемы на лице, там зрачки, зубки белее делаете. Всегда в конце посмотреть в общем на фотографию, то есть как бы отойти немножко, да, от монитора, ну или проще, да, уменьшить масштаб картинки. Комманд плюс, комманд минус, и оценить ее вот на предмет вот таких вот каких-то возможных ошибок, чтобы сразу, если нужно, убрать какую-то прозрачность того или иного условия, сделать более интересным. И на этом я разбор фотографии Елена заканчиваю. У меня остается еще одна работа в сегодняшнем разборе от Юрия. Давайте ее посмотрим. Свадебный кадр, классический. Классический с точки зрения содержания, да, то есть жених и невеста, очень красивая молодая пара, хорошо со вкусом одеты из окна автомобиля, из крыши, я так понимаю, да, и как выглядывают, смотрят вдаль, в светлое будущее. Он ей жестом указывает направление, довольно красивые эмоции на лице. Могу сказать, что честный, да, мне не нравится, хотя не отрицают, что это все очень так искусно срежиссировано. Я имею в виду эмоции на лице. Что хочется сказать, да, свадебная фотография, она, конечно же, очень, скажем, консервативна, хотя предпринимается большое количество попыток ее немножко раскрепостить, сделать более живой и, скажем так, реалистичный. И репортажный подход в этом плане, конечно же, фаворит. Но вот когда идет речь о постановочной свадебной фотографии, вот как здесь в данном случае, сразу читаются часто вот такие вот, очень манерность, читается вот эта манерность, вот эта вот искусственность, позирование. Мне, с одной стороны, нравится и композиция, мне нравится и каждый из героев, присутствующий в кадре, как он получился. Я уверен, клиенты довольны собой, да, но я не верю в эту фотографию именно с позиции именно кинокадра. Слишком она правильная, слишком красивая, вот этот пальчиком жест, да, он очень такой, ну, шаблонный и нарочитый, что ты не веришь, не веришь в это. Вот это мои ощущения. Прошу прощения перед автором, если, может быть, я в чем-то здесь вас расстроил, но действительно, то есть я понимаю, что фотография хорошая, она портфолийная однозначно, да, но как кинокадр я бы ее не стал рассматривать. Что еще хотелось бы сказать, это довольно активная обработка, которая тоже мешает воспринимать эту работу как кино, да, то есть здесь мы видим очень активный, сильно перенасыщенный скинтон оранжевый. Вот этот цвет кожи, детали костюма тоже такой прям ядреный цвет, завышенный контраст и все это с позиции коммерческой фотографии уместно и часто мы можем увидеть такую обработку в данном жанре, но в кино все-таки преобладают чаще более спокойные тона, более низкий контраст. Не везде, конечно же, да, но тем не менее, здесь это мне кажется лишним. Поэтому по этой причине тоже высшую оценку не поставлю, но однозначно работа хорошая для портфолио однозначно годится. Юрий, спасибо тоже за участие в разборе. Итак, на этом наш портфолио-ревью закончен. Я благодарю всех участников, которые прислали свои работы и пожертвовали тоже определенные средства в помощь и поддержку Кеши, которому скоро предстоит очень важное событие в его жизни. Я искренне желаю, чтобы все получилось и он смог сделать тот самый шаг, которому так долго стремиться, с самого своего рождения. Ну а вам, ребят, всем желаю творческих и не только успехов, чтобы новые работы однозначно вас радовали, вдохновляли, идеи кружили голову, да, и все это воплощалось в отличных кинематографичных снимках, если вам этот жанр интересен. До новых встреч!